Сибирь страшна только тем, кто в ней не бывал. Приветствую вас, друзья, вы, как обычно, на канале Дикарями. Это тревел-блог про увлекательные путешествия по нашей замечательной Сибири. И не только. Сегодня мы вещаем с Осиновского гольца. И сказать, что этот трип будет спокойным, это значит ничего не сказать. Сегодня будет полный трэш. Так что, друзья, оставайтесь вместе с нами. Впереди будет самое интересное. Погнали! Восхождение на Осиновский галец начинается с поселка Солзон. Поселок находится на южном берегу Байкала, 160 километров от Иркутска. По приезде мы ощутили на себе особую энергетику этих мест, ведь в каких-то 20 километрах находятся невероятные горы Хамардабана. В этот раз мы отправились в путешествие в компании случайных попутчиков, которые, как и мы, любят путешествия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это у нас Алексей. Рита. В такой компании мы отправимся в горы. Сейчас мы достанем все свое снаряжение, более-менее снаряжение. Счастливые и довольные мы собираем свои рюкзаки, делимся опытом путешествий, доедаем бутеры, которые приготовили в дорогу. И эти вот ребята даже не подозревают, какая жесть их ждет впереди. О, блядь! О, блядь! О, блядь! Времени сейчас около 10 утра, то есть, ну, выехали мы с Иркутска в 6.30, пока поставили машину, пока приехали, ну, собственно так. Мы будем отправляться, впереди у нас тяжелый путь, так что догоняем сначала нашу группу основную. Прошли первых, ну, не знаю, метров 100-150, тут озеро красиво, там уточка плавает. Ну, вон наша группа, мы ее будем догонять, догонять. Наши спутники остановились, увидели клубничку. Тут вот, прям здесь, у меня на даче меньше растет. Да они сейчас меня съедят. Самая вкусная ягода, это вот именно лесная, когда. Надо сейчас будет отсолено обработать друг друга. Ой, химоза эта. Братья, черпи, черпи. Они черпи реально, друзья. Ненавижу, что-то. Давай, надо сдалека, чтобы проспеляться. Цели меня обработать, пожалуйста. Смотрите, друзья, на своем пути мы встретили клубничку. Вообще, конечно, по идее, если так везде останавливаться, хрен-то мы куда дойдем. Надо хороший темп, и вообще нигде не останавливаться. Но, как по правилу, первые остановки, когда только идешь в поход, всегда появляются первые остановки. Поглазеть что-то, перекусить, пописать, покакать. Ну, всякого своей причины. А сейчас мы остановились, чтобы обработаться от комаров. Потому что, ну, жесткие комары. Вроде там шли не было, а тут очень много их. Все, отправляемся. Такой вот красивый вид. Сейчас мы пока никого не будем ждать и просто идем. А куда идем, непонятно. Потому что здесь дорога только вот такая вот. Вот мы уже вышли, Клэп. Там будет такая проплежь. Это означает, что мы на правильном направлении пошли. Потому что нам нужно будет туда куда-то направляться. Единственный вопрос. Налево или направо? Куда наша группа выберет? Пойдем туда. Прямо? Да. Все, прямо. Вот такая лотерея, когда идешь с нами. Или когда мы с кем-то идем. А вот это и гвоздь программы путешествий, друзья. Знаете, когда ты не знаешь, куда идешь, ты будешь вспоминать именно тот момент, когда ты идешь, а не ту цель, к которой ты придешь. И когда ты блуждаешь, ищешь верную тропу. Это есть кайф. Калдуй бабка, калдуй дед, калдуй серенький медведь. Вот уже минут 15, идем 20. В принципе, ничего не меняется. Только дорога стала намного хуже. Очень намного хуже стала. Везде такая вода. Если ногу успел немного промочить в воде, вон, мокрая вся. Все, мы вышли уже. Вата на солнышко. Слева река бежит, которая будет практически весь наш путь сопровождать. Вода питьевая. Так что с водой у нас проблем нет. Это очень хорошо. А река называется Селзон. Трава еще вся мокрая. Вот такая тропа здесь препятствия везде. Это бревна поваленные. Ноги все мокрые уже от росы. Сейчас солнце начинает появляться. Надеюсь, дальше трава просохнет. И пойдем более по сухонькому. Здесь, кстати, видно, что вообще никто не ходит. Все так доросло. Алена, за дом вообще не ходи, пожалуйста. Представляете, да? Какая трава высокая. Человеческий рост практически. Леха просто высокий. А так вот мой пояс. По таким джунгам приходится пробираться. Идти. Тропа плохо кожаная. Но ничего. Только подумаешь, что еще часов 8 по ней идти. А еще дальше еще хуже будет. Так как набор высоты будет. Да. Вот так красиво здесь. Душа еще? Буду еще. Вкусная очень вода. Ну, нам надо свою группу выгонять. О. Что, я первый? Вот такие вот. Ну, я просто иду вот так вот. Палка у меня как страховка. А, Илена. Ну, вот, честно, я сейчас даже... Опа. Чуть не упал. Вот опасность, когда я разговариваю с камерой. Уже часа, наверное, два идем. Хотя нет, кого я гоню. Мне кажется, час всего лишь идем. Ну, тем достаточно хороший. Ну, тропа не очень хорошая. Из-за этого мы, мне кажется, топчемся на месте. Постоянно. Такие камни попадаются, которые в траве. Группа вон у нас. Вот представляете, да? В одного, если идти. Такие места. По таким зарослям. Да. Ты очень не считаешь. Опа. Вот это да, подскользнулся маленько. Да. Но. Вот это там камни. Да? Нет, это там где-то. Да. А вот надо было, как делать. Да. Надо. Промочила ботинки, нет? Нет. Это я промочил правый. Прочерпнула, сняла такая же. Да, это я полностью, прикинь, замочил. Пойду я там пока это, разложить нафиг. Хотя бы воду с него слишь. Охереть. Пошел я, Алена, это. Мне вода вся попала полностью. Вот так вот замочил тебе полностью весь ботинок. Придется идти и хлюпать. Бухадайми. Ооо, нифига себе, ох. Не словите, ребята. Ааа. Така застряла. Ты просто тащишь. Смотри, тут болото. Такой шматок грязи тащишь, смотрите, друзья. Просто шматок нахер. Ты тащишь за собой, блядик. И повязанную такой в грязи. Я еще мало того, что чувствую, как на это вода хлюпает. Еще и теперь грязь. Убери, скажу. А? Убери вот эту куку. Голдает у меня на левой руке. А? А нет? Ага. Ага. А. 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 Это тропа идет на... А, то есть... Вот она. Вот, подожди, уходит, и вот он. Рыта! Байкал-то на какой высоте? 450 метров? А я знаю, что ей надо. Дрена Дэ. Думаешь, от этого сына придает? Да-да-да. Ну, отрывается, она станет. Легко узнает. Нет. Не надо? Не рекомендую. Глоток. Посмотри, какие мы сильные. Ага. Как ваша здоровье. Ага. Сейчас надо. Потом так. Ух. А-а-а. В Африке реки вот такой. Херми. Ууу. А-а-а. В Африке горы вот такой. Вот такой величины. А-а-а. Крокодилы-бегивоты. А-а-а. Обезьяны-кошелоты. А-а-а. И зеленый попугай. Ры-ху. А-а-а. И зеленый попугай. А мы дошли до первой стоянки, друзья. Ура! Аллилуйя! Мы сейчас устроим пикник. Запустим здесь квадрик. И будем кайфовать и наслаждаться отдыхом. Пока Денис настраивает наш квадрокоптер, я на бутерах. Кстати, друзья, вот как я делаю бутерброды. Я каждый ингредиент по пакетикам распределяю. Хлеб, огурец, колбаса и лук у меня еще есть. Обязательно что-нибудь, что увлажнит ваши бутерброды. И будет просто муах! Конфетка. Вот именно в такие моменты ты ощущаешь кайф жизни каждой фиброчкой своей души. Вот когда я сняла этот рюкзак, вот у меня все волосы, видите, на этих руках. Они все дыбом стали, каждая волосинка, представляете, мурашки были по телу. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Где-то, наверное, с места стоянки. Идем сейчас минут 20-30. Очень большой набор высоты, тяжело. Вот смотрите, Алены как рядом, да? А какой набор высоты уже идет? Это вот туда, вот так вот наверх. Очень часто отдыхаем. Это здесь, видимо, ну, река была, когда все таяло. Но не видимо это и так. Надеюсь, выше будет вода. Вода. Короче, мы встретили Алексея. И он нас очень обрадовал. И там, где должна быть вода, ее нет. А у нас воды вообще вот столько, наверное, осталось чуть-чуть. А идти до ближайшей воды, ну, как я понял, где-то 4 часа где-то. Ну, учитывая, что подняться это все, потом низ к озеру спуститься. Короче, нет воды, но вы держитесь. Ребятки, аллилуйя! Только что сказал, да? И буквально через минут 10 слышим сдалека. Зажурчали ручьи. И вот ручей свежей воды. Вау! Это вообще просто блаженство. Можно пойти и умыться как следует. И набрать воды. Потому что я уверен, что дальше уже больше нет воды. Ну, и даже проверять неохота. Брай. Кстати, Алексей нас догнал. Тоже очень рад, что... Что вода есть. Да. И решил тоже набрать сразу литр. Потому что, ну, лучше не надеяться, что там будет, не будет, и выше. Ой. Девчонки-то тоже рады будут. Вот так вот и берешь, и вот так... Короче, время сейчас уже 16.35. Хорошее время, в принципе. Идем мы 6 часов. Высота здесь вот такая. Вот сейчас из-за елочек не видно. Я сейчас поднимусь повыше. Просто не могу сейчас туда забраться. Рита и Диана. А они где-то там снизу. Ну, тут как... Невозможно ожидать, всех ждать. Группу целую. Алёна, пошли! Здесь уже такая очень необычная природа. Эти вот деревья маленькие. Вышли уже на более красивый вид. Я считаю, что батончик съел маленько, Аленку догнал. Потому что я эти не могу. Я так и сказал. Мухи здесь какие-то вообще дикие. Они кусаются, все эти мухи. Машкара вылезла. Солнышко еще высоко. Время 16.30. Я думаю, это хорошее время. Мухи здесь. Мухи здесь. Дошли мы до гольца, где по вершине нужно идти. Точнее, до самого гольца мы не дошли. Но идем теперь по вершине с красивым видом. Вот на горы. То есть, это конкретно уже гора. Леха, я не знаю. Мы там с ним вместе были только что наверху. Короче, он, наверное, за девчонками пошел или будет их здесь ждать. Еще такое дело, что он им сказал палатку не брать. Что у него трехместное. И можно в одной палатке ночевать, чтобы лишний вес не несли. Ну и все. Он теперь чувствует... Чувство ответственности у него теперь. Что посоветовал. А им ночевать негде. Ну, мы туда дальше продолжаем идти. Виды красивые, классные. Ой, ну только Машкара уже, если честно, так надоело, друзья. Ты идешь и просто материшься. Так, тут бьешь, бьешь себя. У тебя уже все в кровь. Мало того, что Машкара, ты еще сгорел, потому что шел. Как всегда, мы солнцезащитный крем забыли. Как всегда, мы сгорели. В общем, одни эмоции, да и только. Ну вот июль месяц, да? А тут снег. Ну, это чудо природы нашей Сибири. Ура-ху! Смотрите, друзья, чудо какое, да, природы. Так он немножко грязный. Ладно, надо идти дальше. Да, определенно надо идти. А то солнце скоро сядет. И будет совсем не то пальто. Ух, палки проваливаются. Мошки вот эти вот, смотрите, они по-зверски кусают. Просто тебя жалит кокосы. Я в шоке. Смотрите, какая маленькая, сука, мошка. И он меня уже достал. Достала. Ёбушки, воробушки. И, друзья, барабанная дробь. Я нам по ким-камушкам дотопать. Я люблю как Марта Топа. Да. Сейчас. Везде такие сейчас камни будут. Везде по ним теперь спускаться. Да. Мало приятного тропа. Но там чуть дальше уже видно будет нормальная тропа. Ну вот мы решили остановиться немного. И передохнуть. Шикарный видом понаслаждаться. Когда еще такое у нас будет, да? Ну, вообще супер. Маленькие особенно. Тяжело, конечно, охота уже и там отдохнуть. У меня, кстати, я две мухи уже сел. Тож не переживай. Вроде бы съедобные. Продезиментируется. Быстренько достань. Давай, давай, дезинфекция. Слушайте, они сладкие на вкус, прикинь. Они реально сладкие. Они просто кровь херачат. Ой, жесть. Я выплюнула. И именно в этот момент нам стало по-настоящему страшно, друзья. Мы заблудились. Ничего не оставалось, как поднять квадрокоптер, чтобы определить верную тропу. Наши силы и нервы были на исходе. Запас воды истощался. Уже вечерело. И с ужасом мы увидели вдали наш пункт назначения. Горное озеро, до которого еще идти и идти. Тут вообще не пойми, что с тропой. То ли она есть, то ли ее нет. Вообще ничего не понятно. Запустили квадрокоптер. Немного пролетелись. Посмотрели. Собо тоже ничего не стало понятно. Ну, хоть что-то более-менее получилось разглядеть, куда хотя бы надо идти. Наленка убежала. Озеро еще очень далеко. Охренительно очень далеко. И когда до него нормально идти, я не понял. Вот такие вот мы дикаря. Нет слов просто. Все. Ну, в общем, отсюда вон видно озеро. Вон оно. Это оно. Ну, там вообще их два должно быть. Вот сам... Ну, пик этот, да. Какой-то другой пик. Там горы. И мы решили все-таки идти посюда спускаться. Вот прям напролом сейчас где-то здесь так спуститься. И идти до озера как получится. Потому что я выбора не вижу. Троп нормальных тут нету. Указателей каких-то. Ну, вот стоим мы на какой-то вершине. Очень тяжело. Хотел уже отдохнуть, прийти на озеро. А мы вот какие-то кульбиты. Там даже где нет тропы ходим. Это, конечно... Да, это пипец как бесит в натуре. Ну, вообще взять... Я не знаю. На хер вон это озеро. На два дня сюда переться чистое безумие. Лучше три. Вон вдалеке идет Алексей и Леха. Ну, посмотрим вообще, покуда он пойдет. Потому что там мы конкретно приплетали. Тропинки вообще не видно. Интересно, покуда он пойдет. Может, мы вообще не туда пошли. А он вон поверх пока дует. Но. Но! Мы заблудились маленько! Да? Надо деревья, значит, пробовать. Вот такие вот мы... Да, нормально. Нет, деревья же есть. Вот вообще, ребята, в такое вот говно мы тут забрались. Непонятно какое. До озера. Высота еще приличная. Снизу там непонятно что. Ё-моё-моё. Давай посмотрим, какой коптер. Давай? Давай, нам. Ты маленько палку можешь взять? Короче, все, решили вниз и идти. Дальше через буреломы пробиваться. Алена вниз спустилась, орет. Мне сейчас придется взять ее, рюкзачок, да. И вообще все эти шмотки лишние и идти. Так. Сейчас, Алена, идем! Ты п***ец! Ты ебаный! О, посуда она, походу, где-то лезла. Да-да-да! Ах, ебать! Ё-моё, мартышка! Сильно за мной не тянись. Наленка, дохожди. Я п***ю просто. Спрячь, если что за деревья. Чё, поедаем, почти. Водовы! Ааа, что-то... Туда, туда. Но это было жестко. Я поскользнулся, смог ногу вылезнуть. Фух. Вот, короче, вот такие вот у нас приключения. Лютые приключения. Подскальзываешь, спадаешь, камеру врубал. Здесь дороги нету! Через верх! Через верх идите! Через верх! П***ц, конечно. Пошли по такой херне. Бляха! Вверх! 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 Офигеть! Чё-то орут. Ох! В общем, короче, что-то мы конкретно сильно заблудились. Прям до отчаяния. Аленку жалко. Ну, такая маленькая девочка. Идёт. Завёл её. Хер знает куда. А тут вон как всё ужасно. Ещё и тропы. Не знаем. Ой, там девчонки, там сверху вообще где-то остались. А тут пипец как спускаться. Жёстко. Рисанта, ты видел, Рисанта? Короче, смотрите. Вот какахи чьи-то. Различаем, чьи-то какахи. Чтоб понять, кто здесь орудовал. Оф! Жесть. Короче, всё. Мы теперь конкретно вниз спускаемся. Что-то это похоже на тропу. Более-менее. Короче, сейчас ходим, путаем. Натнулись на какое-то болото большое. Везде болото. И никто не знает особо, куда идти. Потому что никто не знает. Кстати, вот здесь всё-то тоже, да, Леха? Типа тропы чё-то было. Да, это... Бурелом какой-то. Да. Такой тут везде бурелом. Положен. Офигеть. Тут вообще ручей. Так, а как Аленка-то шла хоть? А? А как Аленка-то хоть шла? А она там как-то пошла. Я буду прыгать теперь уже туда? Ну, чё делать, блин? Алена, а ты можешь вот эту вот сочёнку как-нибудь заднуть, короче? Вот эту маленькую. Куда нет её там, это? Чтоб с неё, да, маленько? Нет, просто прыгать в печь, чтобы... Нет, ты её вот туда вот убери. А, прыгать, крышать. Не ломай, не ломай. Ну так её просто... Ну а я сейчас это прыгаю. Могу палку подержать, давай. Эти потом стоить пода. Не, давай палку. Держи. Мою, мою. Твоя, твоя. За сосну, ну, за дерево пытайся сразу движаться. Давай попробуй. Давай я попробую. Чуть не глубоко. Да, я не хочу туда наступать. Может, вот по кочке может перейти? Да, я тоже думаю, по кочке вон. Наконец-то. Озеро наше. Озеро. Да, ладно, чтобы мы ещё на нужной стороне оказались, да? Да, почему тебе надо найти тут в зимуху? У кого он за это? Вон она, из белой крыши. Угу, что ты там есть? Это не камень? Короче, вроде бы озеро нашли. Всё там, на той стороне находится. Сейчас будем обходить. Может, тропу какую-то найдём. Всё, увидели мы в зимуху. Там вдалеке зимовьё. А? Нормально? Да. Всё. Будем сейчас именно туда идти. Напролом. Жаль, что здесь тропы какой-то нету, значит. Есть? Это кончилась тропа. Кончилась. Ну, или слишком быстро эта листва растёт. Что это такое? Всё. Пришли мы к зимовью. Ничего не видно. Наконец-то. Короче, ребятки, мы дошли. Как стиль на меня слепит. Мы дошли всё-таки до этого озера. Вот это вот зимовьё здесь. Ооо. Это было нечто. Это... Если сказать, что это было нечто, это сказать ничего. Это было... Полно... Ваня, что там ещё? Ну как, Алена, у тебя твои эмоции? Как я уже сказала, каждый человек должен пережить нечто подобное, чтобы понять, насколько прекрасна эта жизнь. Вот я сейчас сняла кроссовки. Я легла на эту лавочку. И я ощутила своё тело от макушки до пят. Моё тело до такой степени сейчас, друзья, кайфует. Такое ощущение, что все какие-то болячки, что-то из меня болело, оно всё ушло. Вот. Ты уж достиг своей цели, и ты понимаешь, что это классно. И после этого точно произойдёт у каждого из нас перезагрузка. Я в этом верю. Я сейчас буду плакать. Ну, а если у нас сейчас всё хорошо будет, мы всё-таки искупаемся в банке. Конечно, я вам всё покажу. Сейчас я отрубаюсь, пойду помогать Алексею, чтобы вообще что-то сделать. Надеюсь, что девочки наши вернутся в группу. Вообще сильно за них переживаем. Потому что сейчас идёт дождь, молния, гром. А нет у них ничего. Мы у них почти много чего забрали, чтобы пришлось легче. Сейчас идём ещё вторую ракетницу запустить и проверить девочек. Натальянка тоже пошла. Переживаем за них сейчас уже три ночи где-то. Уже, конечно, моменты всё-таки, если люди ходят в поход. Но всё-таки мы решили, что они укрылись там наверху. И, ну, как бы обустроили себе лагерь небольшой там. Как смогли, конечно. Вот ракетница, вот такая вот штучка. Здесь у нас фонарик висит. Ну, на всю ночь его оставим. То есть, если вдруг всё-таки, мало ли, они решили идти где-то на пролом. Ну, ходим маленько, привлекаем. Сейчас можно будет поорать, мало ли, вдруг что-то где-то услышат. Можно бомбочки посветить, лазером посветить. Лазер-то у меня тоже не куплю. Кстати, ну, лазером надо посветить поорать маленько. Почти не такую тишину. Ну что ж, ребята, с добрым утром. Сейчас около 9.30. проснулись на улице чичер девчонки так и не пришли я не знаю что делать потому что на улице тут вообще дождь сильный такой рачки песка воды очень при очень много и мы вообще не знаем что делать надеемся все-таки что дождь прекратится потому что если не произведется очень тяжело будет есть напролом и так мы сейчас отправляемся в путь и говорим нашим духом леса сопровождать нас на каждом пути и дорожку нам стелить гладкую погоды шикарно духе завод это точно не рынка вы хорошо пошла но все отправляет все условия более хуже становятся дождь вроде как начал усиливаться где-то паровыми хорошими да мы опять не можем найти нормальную тропу вроде бы начинается то опять теряется и идем опять по этому папоротнику столько его выросло тропы вообще не видно уходит она машина новая была повыше обходная но короче мы вышли идем вроде по той же на тропе что и спускались другой из тропы не знаете нам надо идти я понимаю где-то он туда нам надо попасть наверх но откуда туда попасть здесь может тропа где-то оттуда водопад даже видно сверху небольшой и мне скорее всего кажется мы должны вот так вот маленько пройти и там где-то будет более такая пологая часть чтобы наверх залезть а мы вчера вот посуда отпускались вот туда пальцем показывал просто с обрыва а кого еще выше было у нас пипец все мы решили идти в эту горку сейчас подниматься и так вот аккуратненько плану здесь не видно будет настроение очаги конкретно упала на просто такой мало эмоциональный человек но многие матерятся уже но пипец дожди курсит поменьше не ливнем идет как было но вот небольшая радостная новость вроде как тропа который идет туда наверх это первый вариант что на тропа вторая что это все-таки вода здесь течет лена говорит что есть три типа алкоголиков до первое когда ты алкоголик второе когда ты интеллигент да а третье в таких вот условиях без этого ну вообще никак и тебе нужно морально как-то успокоиться себя себя морально нужно успокоить знаете и берешь так и чувствуешь как горяченькая вот так тепло по всему телу растекается снова словно живительный эликсир ну что ж друзья за ваше здоровье а кстати подписывайтесь на наш канал ставьте лайкосик пишите комментарии это помогает продвигаться нашего канала мы будем снимать самые интересные места по сибири и кстати не только за ваше здоровье алексей отдыхает небольшой перед их все тропа стала более хорошая оттуда мы пришли а там лёха идет ну хорошо чуть-чуть нам еще пройти он туда вот и все это здесь ветерок какой-то разыграл вы знаете уже кушать хочется все-то с утра плохо поел видео на рыбу уже можно не смотреть ваша красота какая красота вот здесь а там красивая моя любимая мурка киска ничего не боится ладно я-ладно я как бы я были на хоть лесу здесь спать лягу за девочек мне страшно идут это одна ноги были до одной другой а у аленки тоже колени заболели что с ними не так-то блин а я иду у меня ничего не болит нечего болеть она сказала конечно нечего вот здесь а все мышцы а не а то тут в папе а теперь мы ёжики в тумане такой-то манси места он лег отсюда даже не видно думать жесткий вроде бы мы поднялись на эту равнину гору тропу вообще эту не видно непонятно вообще только единство может камни кто-то нагородил что типа обращайте внимание но атаки и оттуда никак не видно нахер особенность погода плохая вода да внутри это все они не нужны значит дать что делать еще и просто по наску как кусок снять в обратную сторону вот так у вас куку капать вышли какой-то вот детская стрища тут тоже достаточно хорошее место где они могли бы свой лагерь сделать может даже куда-то он туда уйти ветки может быть не знаю дырка какая-то правда просто но не может быть здесь у костра да 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 кстати может быть костер переждали здесь видно что тушенка открыто что-то достаточно все свежие это свежая вон еще может дошли до точки спуска сейчас у нас будет очень длинный затяжительный спуск валенки короче колени разнили размылись он идет еле еле ковыляет но это очень плохо кстати связь появилась у лёха позвонил не знаю кому и жить и или диане хочу читаем недоступен абонент такие вот дебры и чищебы вроде бы спускаешься до намного тяжелее чем когда поднимаешься много камней все воде это спускались вообще по ручью вот такие вот чудеса алене представляете как спускаться с разбитым коленом жесть будет когда дома приедем домой лечить или придется разъяснила нам нужно идти короче да да туда нам и надо идти а время уже где-то 18 00 наверно знаете вот ну хочется психануть хочется психануть то что очень скользко опасно блин хочется чего-то валены коленки пипец болят ситуация была такая прям до ужаса мы плакали оба плакать но сейчас нормально мы нам пришлось вернуться мы спустились потом вернулись на на тропу я даже не могу говорить я сейчас пойдем сюда еще погуляемся конечно пойдем алена упала только что это кипец к еще уже маленьком уступлении в шоке его за фонарики подготовил тропа кипец ну хоть маленько с ущелья спустились это такая жесть полнейшая алена вообще плачет истерит упала вот сюда вот пусты теперь с ногой ударилась алена ты рыцарь ты рыцарь это кипец нафиг ну что друзья вот мы и добрались на место назначения время 12 часов мы счастливы что живы девочки кстати добрались и все с ними хорошо этот трип заполнится на всю жизнь и уж точно изменит эти жизни осиновский голец нас просто вот поимел все верно ну что ж друзья путешествуйте тропа кстати плохая если не уверены своих всех лучше не идти и лучше налегке и толще лучше даже не суваться да да сейчас дениска за кадром он тоже с нами радуется и любую что мы добрались не забудьте подписаться на наш канал поставить лайк написать комментарий где-то помогает нашему каналу развиваться до скорых встреч пока